Музыка Тема проповеди будет называться «Начертание зверя 666». Это актуальная тема сегодня, как никогда раньше. Давайте мы сразу окунемся в Слово Божие. Сегодня будет много Слова Божьего. Для того, чтобы это не звучало просто, знаете, эмоционально или понимание какого-то человека, мы берем это Божественное Слово Божие и цитируем его, открываем его. И сегодня нам нужно слышать об этом. Нам нужно слышать Слово Божие. Информации о Боге в нашей жизни должно быть больше, чем какой-либо другой информации. Чтобы Божественная информация преобладала. Как в прошлый раз я проповеду на тему «Доверяй Слову Божьему». Почему? Потому что когда тебе Бог что-то сказал, ты вроде бы ухватился за это. Ты вроде бы вышел из лодки и пошел по воде. Но потом с тобой начали разговаривать другие уже моменты. Ветер, волны. И что? И ты уже забыл, что тебе Бог говорил. Уже все быстро испугался. Успел испугаться. Обратил внимание и сосредоточился на ветре, на волнах. И понял. Вот он мой конец. Все. Начал тонуть. Что бы этого не произошло, стой твердо, ветер будет свистеть, волны будут подниматься. Может быть Иисуса будет волна на какое-то время закрывать. Потому что такие будут высокие волны. Но нам-то дана для этого вера. Мы не в видение уходим. Представьте, если бы мы ходили видением. И давайте сейчас просто опрос сделаем в церкви. Кто видел Иисуса? Кому лично физически приходил Иисус? И вам Евангелие рассказывал. Никому, наверное. Или есть такие люди? Мы верим. И это угождает Богу. Вера угождает Богу. Мы верим Его Слову. И этого достаточно. И Петру ему надо было верить, что Иисус никуда не делся. А вот скажите, а почему с Иисусом было все в порядке, когда он шел по воде? Там те же были обстоятельства. Тот же ветер. Те же волны. Тот же страх. Та же ночь. Почему Иисус был в полном мире, в полном покое? Да. Да. Точно. И это и это правильно. Он был с Богом. И он доверял Отцу. Потому что, когда он учеников отправил, он пошел помолиться наедине. И он не молился пять минут. Он молился и пребывал. И отец сказал, сынок, иди сейчас и открой мою славу, свою славу. Открой своим ученикам, чтобы они доверяли тебе. Чтобы они увидели, что ты превыше обстоятельств. Послушайте. В этом мире могут происходить разные колебания. Разные странные и страшные вещи, запугивающие нас. Но. Забудем ли мы в этот момент, в этот миг, слово, которое нам сказал Иисус? Не бойся. Вот почему нужно заполнять себя Словом Божьим. Заполнять. Потому что, если мы этого не делаем, в трудный момент нам нечего будет, не на что опереться. Когда придет какая-то беда, и нам нужно реагировать. Задача дьявола. У дьявола есть четкая задача. Если ты не знаешь свои задачи в жизни, то дьявол знает задачу на твою жизнь. Четкая цель. Есть четко сформулированная цель. Сегодня верующие люди, я уже не говорю о других, живут без цели. У них нету цели. Послушайте, когда у вас нету цели, это все равно, что спортсмен, который бежит, но у него нету финиша. У него вроде бы старт есть, хлопок услышал, побежал, куда бежит, не знает. Побежал там, налево побежал, направо побежал, побегал везде, назад сбегал, понимаете? Когда ты услышал выстрел, тебе надо просто сломя голову унестись к своему финишу. Вот, тебе нужно выиграть, опередить всех, все в своей жизни. А многие люди так живут и не знают, какая у них цель в жизни. К чему, какое предназначение? Нету цели. Апостол Павел конкретно сказал, я стремлюсь к цели. Я стремлюсь к цели. И если, дорогой друг, у тебя цели нету, то знай, у дьявола она есть. Любой охотник, когда выходит на охоту, у него есть цель. У него даже ружье заточено, настроено под цель. И когда он видит свою цель, он начинает целиться в нее. Целиться. Он на охоту не просто так пошел. И дьявол, он охотник, он как лев рыкающий, ища кого поглотить. Он ждет, он высматривает каждого, каждого. Послушайте, здесь нету исключения. За каждым ведется охота. Итак, что входит в цель дьявола? Послушайте внимательно. Он не любит, когда разоблачают его тьму. Когда его разоблачают и высвечивают. Задача дьявола – изолировать тебя от Бога. Изолировать, отвлечь, дать тебе что-то другое. Вот 20 лет назад еще не было вот таких вот устройств. Чудесных устройств, прекрасных устройств. Без столько интересного, что можно просто забыть про вообще насущную жизнь. Уйти туда с ногами, с головой и исчезнуть. В принципе, вещь неплохая. Послушайте, вещь неплохая. Кто согласен? Мы используем ее все. Мы оплачиваем. Мы звоним. Мы там смотрим. Мы даже сейчас проповедуем по моему телефону. Сейчас идет проповедь в Facebook. Вот, и в YouTube. Послушайте, это хорошая вещь. Но! Это не должно обладать нами. Это не должно обладать нами. Но дьявол, он используя технологии, захватывает человека и изолирует его от Бога. Но скажите, вот сколько вы используя телефон, ищите Бога через это? Сколько? Вот вы постоянно используете телефон только для божественных целей. Проповеди слушаете. Учения слушаете. Просто прославляете Бога. Вы включаете, и вы не можете. И вы улетаете. Или вы тратите свою жизнь зазря. Смотря, наблюдая за кем-то. Кто как живет. Кто во что одевается. Кто куда поехал. Кто потолстел. Кто похудел. Кто хорошо в фотошопе работает. И свои фотки редактирует. Понимаете? Что мы используем? Как мы используем эти? А ведь через это работает дьявол. Уничтожает верующих. И огонь уже у верующих, у многих погас. Погас. Почему? Потому что они не поняли, что это увело их от Бога. Вы скажете, ты старомодный. Я не старомодный. Но я знаю, как работает дьявол. Изолирует тебя от Бога. Если раньше ты открывал Библию, то теперь ты больше ее не открываешь. Если раньше ты молился, то больше не молишься. Или молишься, но твои молитвы слабые и эгоистичные. Если раньше ты ходил в гости, ты постоянно ходил в гости. Послушайте, у человека есть потребность общения. Он хочет общаться. И вот если человеку предложить другое общение, он туда пойдет. И он не будет иметь живое общение. Он будет иметь, знаете, синтетическое общение, которое приводит к депрессии. Послушайте, когда люди хорошо пообщались, в гостях побыли. Уходят все радостные. Ну давай, давай. Ну давай, давай пока. Знаете, коридорный синдром. В коридоре на полчаса еще застряли. Общение там с кухней перешло в коридор. А когда ты в телефоне, ты маешься, ты маешься, смотришь. Вроде классно, ржешь. О, классно, классно. Чувствуешь опустошение. Почему? Потому что ты не знаешь, кто за этим стоит. Кто стоит. И как тебя сейчас изолирует. Как сейчас появляется у тебя апатия ко всем духовным вещам и моментам. Итак, проповедь же как называется? Начертание зверя 666. Что такое 666? Я не богослов и не академик. Я по-простому, как я понимаю и как мне открыто, просто интерпретирую это. Человек был создан на шестой день. Когда говорится о человеке, то там употребляется цифра 6. Мы сейчас будем это читать. Когда говорится о Боге, сразу там идет цифра 7. Цифра 7 – это совершенная цифра, число. 6 – это человеческое. И вот задача дьявола, вот эти цифры 666, мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела. Чтобы на этих трех платформах, трех сферах, там не было Бога. Чтобы в твоей душе не было Бога, в твоем духе не было Бога, чтобы тело твое тоже не было никак связано с Богом. Полная изоляция от Бога. Знаете, электричество, оно опасно очень. Но если изолировать его, оно вообще не опасно. Ты можешь трогать этот провод, и вот тебе ничего не произойдет, не ударит. Вот так дьявол, он может заизолировать, чтобы ты не был больше опасен для него. Его задача, чтобы в твоем разуме отсутствовал Бог. Чтобы в твоем дневном расписании отсутствовал Бог. Знаете, он как будто начертание, как будто он нацарапал. И у одних он уже нацарапал там в двух сферах. В душе там уже нету Бога. В духе нету Бога. Там, может, и в теле уже нету Бога. Послушайте, мы жили, мы еще родились, многие из нас, некоторые из нас, родились еще в Советском Союзе. Я не буду ничего плохого говорить про Советский Союз, потому что там были и хорошие моменты. И грамотность, и так далее. Безработицы не было, было мало очень. Но была одна ужасная вещь. Полностью искоренялась вера в Бога. Высмеивалась вера в Бога. На телевидении Бога не было. В школах Бога не было. На предприятиях Бога не было. И это всячески позорилось. Если ты хоть как-то относился к Богу, значит, ты был в позоре. В Европе и в Америке, там, в развитых странах такого не было. Вопрос такой, почему в Советском Союзе большинство людей были атеистами? Почему? Потому что так воспитывали людей. В духе, в душе и в теле. Бога нет. Религия опиум для народа. Мы от обезьяны. Да бла-бла. И так далее, и тому подобное. И если вдруг верующий где-то был, его высмеивали. Баптист, там, бактист. И там, я не знаю, штунда. Высмеивали всячески. К счастью, или, я не знаю, к несчастью, я плохо учился. И мне наоборот говорили. У тебя сестры такие хорошие. Посмотри, как они хорошо учатся. А ты хулиган такой. У меня как бы говорили, ты чего, как бы, чуть ли не веру позоришь свое. Ну, какой был. Последний в семье. Внимания, видно, не хватало. Везде в Советском Союзе транслировалось безбожие. Везде, по телевидению. И если вы рождаетесь в такой среде, вы будете безбожником. После, когда я проповедовал Евангелие, там, много лет назад, знаете, то часто бывало, приходилось встречать людей, которые говорили, «Сынок, нас всю жизнь учили, что Бога нету. Нам трудно теперь поверить, что Бог в Бог, Бог верь в Бога. Мы не знаем. Нас так учили, что Бога нету». Несмотря на это, апостол Павел пишет, забывая времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Покаяться отозначает повернуться лицом. Если ты раньше был, отвернувшись, ты спиной стоял к Богу, то теперь просто повернись, и пусть с этого момента у тебя начнется твоя жизнь с Богом и вера в Бога. Как брат Анатолий сказал, мы уходим отсюда. Мы уходим. Земля – это место временное. И нам нужно грамотно подготовиться к вечности. Послушайте, если нас ждет переезд из одной страны в другую, вы же не сидите сложа руки, вы и вещи готовите, и документы готовите, и вы переживаете, и думаете об этом. У нас будет большой переезд, мы вообще идем в другую сферу, о которой вообще мало чего знаем. Просто верим в Богу, что Он обо всем позаботился, и у нас там будет прекрасное жилище и прекрасная жизнь. Но чем меньше мы знаем информации о небес, тем больше страхов и недоверия. Чем больше информации о небесах, тем больше радости и меньше страхов. В Советском Союзе существовали только маленькие группки верующих. Маленькие. И они были гонимы. Они должны были собираться, прятаться где-то. А сегодня церкви везде могут собираться, везде открыто могут заявлять, и они не высмеяны. Почему? Потому что пришло другое время. Но послушайте, хитрый обманщик же тактику. Он просто изменил тактику. Он теперь не гонит, он теперь отвлекает. Представляете, если, например, в футболе футболист ведет мяч, ведет, ведет, и если какой-то ему там кореш свистнет, там, Саня! И он так вот, знаете, обернется, у него мяч уже давно уведут. И потом он будет говорить, что ты меня позвал? Понимаете? То есть нас отвлекают, нас отвлекают. Посмотри, как красиво здесь. Посмотри. И это только одно из дел, которые дьявол употребляет. Я не скажу, что телефон изобрел дьявол, но я скажу, что Бог может употреблять этот телефон. И дьявол. И наша задача распознать. Сейчас я провожу время. Это Бог со мной работает, или дьявол затушивает, тушит. А потом мне неинтересна вера в Бога, а потом мне неинтересна Библия, мне неинтересна церковь. Я уже думаю, где мне и как погрешить. Почему? Потому что чем человек себя наполняет, тем он и будет жить. Итак, давайте прочитаем Откровение, 13 глава, 11 стих. Откровение 13, 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всех, всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Он заставляет». Вам не напоминает время, в которое мы живем? Ничего не напоминает? Что-то обязательное сейчас будет вводиться. Если кто думает, что у него будет выбор. Не будет у тебя выбора. Ну, конечно, ты будешь все равно иметь выбор. Но какая система идет в этом мире, тебя будут заставлять, пытаться заставить. Если вы не верите, прочитайте вашу Библию. «У которого смертельная рана исцелела». 13 стих. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». «Не просто тебя с работы уволят, убьют». «Это сейчас тебя только с работы увольняют, сейчас еще только начало». 17 стих. «И что никому, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Дух, душа и тело с полным отсутствием Бога. Посмотрите сегодня на культуру. Там говорят о живом Боге? Нет. Посмотрите в здравоохранение. Там говорят о Боге? Нет. Посмотрите куда? В политику. Там говорят о живом Боге? Нет. Посмотрите в экономику. Там говорят о Боге? Нет. Но они и культура, и экономика, и образование, и здравоохранение говорят нам и влияют на нас. И это неправильно. Послушайте. Конституции стран на сегодняшний день все построены в развитых странах. Они построены на десяти заповедях. В любой стране запрещено воровать, убивать и так далее и тому подобное. Это все взято из Божьего закона. Мы читаем в Библии, что царь, политическая власть и вера в Бога, закон Божий шли вместе. Бог использовал царя. Сегодня цари обходятся без Бога. Но, я вам объясню. Когда происходит отсутствие Бога, свято место пусто не бывает. Туда приходит дьявол. Вот человек сотворен в раю. Все есть. Лучшая жизнь. Самая лучшая жена. Самая красивая жена. Самая добрая, самая замечательная. Слаще меда. И вот у жены самый замечательный, красивый, лучший муж, добрый муж, внимательный муж, понимающий муж, сочувствующий, сострадающий, любящий. Все идеально. Идиллия, рай. Бог на секундочку отлучился. Отошел в стороночку. Как только туда приполз дьявол, и люди вошли в контакт с дьяволом, этот рай превратился в ад. Им сказали, ребята, вон отсюда. Поэтому грех не может находиться в раю. Вот почему грешники на небеса попасть не могут. Потому что они согласились жить другой жизнью, грешной жизнью. А небеса, они святые. Поэтому ничто нечистое на небеса не войдет. Тебе нужно возненавидеть грех и оставить. Признать, это грех. Этот грех, это не мое. Я отказываюсь от него. А многие говорят, я люблю этот грех. Одной девушке говоришь, давай мы помолимся, чтобы ты бросила курить. Мы не осуждаем людей, которые курят. Потому что их так научили, и у них зависимость. Как можно человека осуждать, если он зависим? Как? Он не может, у него ломки. На что я в ответ услышал, мне это нравится, и я это люблю. Я люблю затягивать дым и выпускать. Я люблю это занятие. И послушайте, в таком состоянии Бог просто тебе говорит. Слушай, даже курилки сейчас делают отдельно, вы видели? Поэтому ад, он тоже отделен. Это курилка, основная, куда все грешники идут. Отдельно. Почему? Я объясняю почему. Не потому что Бог такой несправедливый, такой злой. Нет. Просто люди, которые сказали, мы с Богом быть не хотим. Он нам не интересен, не нужен. Нам скучно с Богом. Мы хотим веселиться. Не надо нам приставать с вашим Богом. Не хочу я Бога. Не хочу я к Нему. И знаете, и Бог, Бог вынужден сделать такое место и поселить вас отдельно от своего присутствия. Отдельно от Него. Потому что Он не может вас заставлять тянуть вас в рай. Вы же не хотите? Многие люди не хотят. Когда им говоришь, они говорят, отстань ты от меня. Или на часы смотрят. Я сколько раз видел. Одноклассников встречаешь. И начинаешь им свидетельствовать об Иисусе Христе. Господь меня спас, Господь изменил мою жизнь. Все. Ты ему свидетельствовала, что Он тебя смотрит, 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 смотрит. Потом раз на часы говорит, слушай, мне бежать пора. И убегает. Что-то не дает ему. Что-то не дает приблизиться. Что? Грех, живущий внутри человека. Я обращаюсь сейчас к каждому. И я прошу задуматься. Вам не надо вникать в это все. Вы услышали простоту, да? Что 666. Это дух, душа и тела, где отсутствует полностью Бог. Там полностью изолирован Бог. Там не может вместиться Бог. Итак, чипы, которые будут вставляться человеку в руку, в голову, они уже будут иметь программу и доступ к вам. Вам не придут даже мысли о Боге. Вот почему человек не сможет покаяться. Вот почему человек не сможет спастись. Мы только что прочитали. Такие люди, они будут мучиться день и ночь. Они будут в преисподнем, в озере Огненном. Почему? Потому что они не возлюбили Бога. Бог не просто призывает нас верить в Него. Бог призывает нас любить Его. Почему? Потому что Он сам безумно любит человека. Он сам безумно любит человека. Он не говорит, приходи ко мне на свидание. Он сам бежит на свидание. Он высматривает, не появился ли ты, не появился ли ты. И написано, когда вот блудный сын еще был далеко, отец побежал навстречу. Это его сердце, это сердце Бога, которое бежит к человеку. Но многие люди имеют холодные сердца. У них нету расположения к Богу. В их распорядке дня отсутствует Бог. Как вы думаете, такие люди смогут противостоять системе? Ты не захочешь даже выделяться. Ты не захочешь быть белой вороной. В Советском Союзе верующим было очень трудно. Очень трудно. Вы представляете? Многие из них учились в школах, в институтах. И им подходили и говорили, мы тебе дадим доучиться, но диплом тебе не дадим. Диплом, красный диплом. Верующие многие хорошо очень учились. Отлично. Не все верующие такие, как я были. Были очень много хороших примерных. У меня друг был, он вообще на математические олимпиады ездил, там выступал. То есть он был противоположностью моей. Но представляете? Вы знаете, вы учитесь, и вы не получите диплом. Вы не получите образование. Вам просто не дадут. За что? За то, что ты веришь в Бога. Знаете, что сделала одна женщина? Одна женщина, она устала от этого. Ей говорили, если ты откажешься от Бога, то есть если ты не откажешься от Бога, от веры во Христа, мы твоим детям не дадим образования. Мы всячески будем преследовать вас. И вы знаете, что она сделала? Эта женщина пошла на компромисс. Она отказалась от Бога временно, чтобы дали детям образование, чтобы была хорошая жизнь. И до конца своих дней она не могла покаяться. Она уже была пожилой женщиной, но она говорила, у меня я не могу больше покаяться. Знаете, что покаяние, это не просто действие человека. Вот человек захотел и покаялся. Такого нет. Если Дух Божий тебя не коснется, ты не сможешь покаяться. Если у тебя каменное сердце, ты будешь все слышать, что есть ад, есть страх, есть мучения, есть грех, тебе это будет все равно до этого. Все равно. Ты будешь думать, ну и что? Ну и что? Я сейчас живу. И эта женщина была верующая, но из-за привилегий отказалась от Христа временно, чтобы потом снова вернуться, ну как бы дали уже аттестаты, и вернуться, и больше до конца своих дней, будучи пожилым человеком, не смогла больше покаяться. Нельзя шутить с верой в Бога. Нельзя. Нам дана только одна жизнь. И за нашу жизнь мы должны выбрать Бога. Мы должны выбрать любить Его. Мы не просто верим в Бога, мы Его любим. А в любви Бог открывается нам. Он нам дает все, что нам необходимо. Поэтому, если вы верите в Бога, продолжайте верить, и ваша вера в Бога пусть приведет вас в состояние любви. А любовь, знаете, не может уже жить без Бога. Бог не может жить без нас. Если бы Он мог, вы бы никогда бы не увидели креста и распятого на Нем Сына Божьего. Никогда бы этого не было, если бы Бог мог жить без человека. Бог не может жить без человека. Вот удивительно, что многие люди, у них получается жить без Бога. Смотришь, все дни недели Бога нету. Бога нету. Как легко будет такими людьми управлять, когда придет жестокая, холодная, просто машина, система машины, где вас будут заставлять. Вы с вами не будут больше церемониться, не будут спрашивать, отберут всякие права. Сейчас уже отбирают всякие права. У тебя уже нету прав. На уровне вообще государства. И это только цветочки, это только начало, это только разогрев. Это первый ручеек после весны. Первые такие ручейки потекли. Еще пока снег лежит, еще пока еще не настало. И нам нужно любить Бога, чтобы избежать всех происшествий, потому что своих людей Бог не отдаст никому. Давайте мы сейчас помолимся.